Приветствую, посмотрим на нашего оппонента, 59% побед, может быть было 90% до боя со мной, много боев с Кирмиши, но медаль не взята, ну на самом деле с Кирмиши это дольки Марокко. Так, топ 10 турнира, что я могу сказать забавное про этого игрока, то что у нас одинаковое количество улучшений, прямо единицу в единицу, абсолютно одинаковая прокачка. Сыграли мы против друг друга, ну как бы понятное дело, что сыграли мы против друг друга, это же мой оппонент, но я вообще подумал, что против нас играют нубы, потому что 10 ранг взять напарники, ну да там 83% побед, но команда это 10 ранг, они ничего не могут делать, там опыт игры никакого, 30 боев, то есть ни о чем. Ну это скорее как прокачка там конечно не очень хорошая. Я понимаю счет 12 с 10 рангом, но 13 с 10 рангом делать нечего. Ящичек этот не взял, не успел я построить середий центр снабжения, однако в принципе неплохо беру ящички, понимаю, что скорее всего напротив меня 10 ранг, хотя меня 10 ранг удивил, и я даже подумал, а вдруг это 13-й. Так, сейчас направим стрелка вот сюда, отсюда стрелка вот сюда, попробуем что-то ухватить. Хотя по-моему напарник не даст мне ничего собрать. Жалко, жалко. Вот, в последнее время почему-то не удается здесь вообще ничего взять, не знаю, наверное на золотом брать. Ну либо более-менее хороший кондиратор понимает, что к чему. Так, ну по таймингу, усинило, в принципе, не все так плохо. Вот, напарник не оставил мне ящичек, ну да ладно. Так, беру свою армию, понимаю, что выходить в Ягуар как бы смысла нет, ресурсов маловато, бусы я не использовал, ну поэтому буду использовать броненосцы, снайпера, гренадер, может быть стрелков буду нанимать, ну как бы видишь, у меня 8 стрелков, есть разведки, это более чем достаточно. Так. Сообщается своему союзнику, что голубить в разведке не стоит, и вот мой напарник понял, почему просто, это палец, не советую вам голубить, иначе будут голубить соперники. Вижу я крепость, думаю, ну надо же, поэтому сообщаю своему напарнику, чтобы он разведывал зеленых игроков, потому что неинтересно, обычно разведывают в крепости, ну более крепкие игроки. Вот, однако вперед он не отправил свои юниты, наверное, подумал, что у меня куча здесь техот, и ничего страшного не будет. В этом бою, а вообще все бои должны быть более-менее информативны, интересно, кстати, много крепостей. И в этом бою я покажу вам всю силу крепости. Уже по броненосцу этому я понял, что... Кстати, почему броненосец так слабо стреляет? Вроде 6 клеток. Я понял, что там хорошо прокачанная крепость. Я, если честно, не подумал, что на 10-ом ранге может быть настолько крепко и крепко. Вот, поэтому решил, а вдруг здесь 10-ый ранг? То есть непонятно. Ну, понятное дело, что зеленый 13-го ранга, но все-таки крепость меня удивит. Чем интересна крепость? В том, что это броня 3-го типа. То есть броненосцы наносятся по броню 3-го типа похуже в урон, чем по броне 2-го типа. Ну, это уже заметили, когда пытались уничтожить здание. Естественно, уничтожить молот и будет полегче, чем здание. Поэтому, когда вы заезжаете в город, наверное, иногда есть резон бить на молот, и только после этого завод. Потому что, ну, долго придется, правильно? Я беру пару броненосцев и пытаюсь выманить вот эти крепости и попить их издалека. Хотя, надо, конечно, управлять вручную своими юнитами. Потому что, ну, опасненько, опасненько. С этой стороны я вижу молот и большое количество крепостей. И я решаю, что надо выдвинуться вперед, а не ждать оппонента с этой стороны. Но я подумал, что так будет, наверное, правильнее. Армия у меня большая, все равно успею что-то куснуть. Вот, а после этого просто развернул свои броненосцы и ударил крепости. А если противник пойдет на мою базу, будет еще. Ну, если у меня здесь вышки, то я не уверен, что справился бы с этими крепостями. Все-таки их многовато. Вот. Ну, естественно, крепом молот, ну, так себе идея. Вот, теперь, шу, поехать с этой стороны. Плохо у меня здесь снайпера. Возвращаются и броненосцы. Сейчас снайпера будут падать. Так, спасаемся. Вот, интересные. Смотрите. Сейчас противник довольно легко продамажить моей крепости. Мои броненосцы я этого не ожидал. Хотя, как сказать, не то, чтобы он дамажит мои броненосцы, но до сих пор крепости живут. То есть, смотрите, вроде бы, какая большая армия, а этим крепостям наплевать. То есть, они идут прямо и спокойно жгут моих гренадеров. Их было довольно-таки много. Да и полностью все снайпера уничтожены. То есть, раз, и мгновенно армия потеряна. Почему так происходит? Потому что третий тип брони. И хп, кстати, у крепости где-то 2500. В уме ровно 2500. В 12-м ранге и где-то 49 бронен. Или 50. Нет, по-моему, 50 бронен на 13-м ранге у крепости. На одну единичку больше, чем в молотах. Вот, смотрим, я говорю, самопарк, чтобы он остановил армию, пытался фокусить. Но вот что случается, когда вы играете под крепом молота. Броненосцы, если бы не били по заводу, а били бы по армии, они не будут бить по крепости. А крепость-то жирная. И при этом молоты не получают урона. Если вы будете бить молоты, то вам придется стоять на месте. И к вам подъедут крепости их плотную. А вот крепости, кстати, неплохо жгут огнемет. То есть, биться против крепости довольно-таки неудобно. Да, если есть ягуар, то крепость падает пуском. Там урон по броне третьего типа высокий. И на уран уничтожает крепости. Вот. Но не надо забывать, что там есть и поддержка молоты. То есть, ну да, вы можете, конечно, потерять ваши ягуары, добить все крепости. Я надеюсь, что уже просто ваши гринадьеры сметут эти молоты. Если их будет достаточно много. Вот здесь моему напарнику даже придется отступать. Единственное, что хочется упомянуть, это то, что в этом бою зеленый игрок использовал 4 золота из густа. А я, как видите, 5 золота из густа, больше мостей вообще не буду. Итак. С чем... Почему? В какой ситуации, точнее, использовать крепости? Крепости полезно использовать в перемешку с молотами и частично с пехотой. То есть, вы выдвигаете большое количество крепости, где-то штук, 7, 8, 10 вперед. Единственное, что там 3 шоу занимаются. Ну, что ж поделать. Одни идут вперед, жгут все, что можно. То есть, игнорируют полностью пехоту оппонента. Далее, сзади них находятся молоты. То есть, если вы, как бы, эти броненосцы, то крепости начнут передвигаться вплотную к броненосцам. Вот, смотрите, армия противника. Молота здесь, в принципе, не так уж и много. Вот. Броненосцы пойдут вплотную. Бронники вынуждены принимать удар от огнемета. Это плохо. Вот, я даже пытаюсь фокусить здесь и вбить именно молот. Но ничего подобного. Меня прожигает. Я очень сильно удивился, что вот такая небольшая группа у меня перевес из пехоти, из броненосцев. Ну, да, правда, они подъезжают, но все же. И вот меня так легко, как и видят. Бить крепости. Ну, такая себе затея, когда сзади находится молот. Потому что, ну, вроде бы вы бьете крепости, а сзади-то молот у вас кусает. И, соответственно, вы танкуете крепостями. Да, мало кто из игроков понимает, что нам нужно на сопротивление танковать пехотой. Но все же. Если впереди находятся, там, гренадеры, сзади находятся пау-снайперов, ягуары. Не уверен, что эффект настолько ощутимый, как от крепости. Ну, тут уже просто продавливаемые оппоненты. Вот. Но я очень удивился. Единственное, что нужно понимать, что, конечно, в этих танках есть определенные тайминги. Ну, и, кстати, крепости отлично могут все разминировать. Вообще, это все равно. Будет разминировать и даже не чувствовать вашу ахмин. Вот. Поставьте хоть, действительно, целое поле амин. Просто будет прикрывать молот. Да, конечно, снайпера опасные, вышки. Но залетят молот и хорошо. Вот. Когда вы собираетесь избиться в прямой атаке, конечно, лучше использовать крепость. Ну, не так уж и много, но все-таки. Вот, смотрите. Раз и балл на пехоту. Но штаб уже уничтожен. А если вы собираетесь заезжать где-то с фланга, то лучше, конечно, построить побольше молот. Ну, может быть, даже пехоты. Там, именно на штурмовиков. Вот большое количество молотов заедут где-нибудь с фланга. Ну, допустим, с этой стороны, да. Заедут где-нибудь с фланга, пройдут вот туда. Даже если здесь есть мины, шеренка будет узкой. Она легко продавит какие-нибудь здесь важные издания. А штурмовики уже будут потать и все остальное. Ну, хотя, конечно, нужно не забывать про вышечки. Они тоже неприятные. Вот такой вот бой получился. Против игрока, у которого один нахвая прокачка со мной. И, если честно, я не совсем понимаю, почему он решил использовать эту тактику. Ну, в любом случае, исход был ясен, когда зеленый игрок пошел помогать своему нападу. Он должен был продавливать моего союзника. И он бы продавил его прямо, ни гадалки не ходил. Но... Сопротивление атакует первой, поэтому я также советую делать и вам. Ухожу я вот сюда. Не знаю, почему всех беру. Ну, ладно. Все, кстати, от вредности и зеленый игрок включит бут. Хе. Такой вот бой получился. Против топ-10. С кирмыша прокачка точно такая же, как у меня. Ну, напарник тоже, в принципе, неплохая прокачка. Но, мне кажется, он до сих пор еще никогда не встречался с крепом молотом. Советую вам взять на вооружение эту тактику. Но, нужно понимать, если вы ее используете, то не нужно колесить по всей карте. Крепости медленные. Нужно идти в атаку. Ну, что ж, всем пока. Да, я после этого покажу бой против его Сокланов. Там топ-2 был турнир и топ-2 с кирмыша.